Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале За и Против, Про и Контра. Меня зовут Геннадий. Как мы вам и обещали в предыдущих видео, сегодня мы расскажем о нашей жизни в эмиграции в Марианских Лазнях в Чешской Республике. Когда мы наконец получили долгосрочную визу и собрались в нашу эмиграцию, мы обратились для помощи по поиску проживания жилья к нашей Яне Баслера, к нашему агенту по недвижимости. И она нам предложила вариант вот в этом вот доме, в оранжевом, на пятом этаже, двухкомнатная квартира с одной спальней. Но, собственно, выбора никакого на тот момент не было. Нам пришлось согласиться по фотографиям, что она нам присылала. Этот район называется Новорже. Это такой тихий, обособленный район города. Он совсем не в центре находится. Где-то примерно 15-20 минут пешком до Митиной школы мы ходили. До музыкальной школы еще подальше полчасика, наверное, до Кружков Домитиных. Клуб Драчек тоже примерно минут 15. У нас, собственно, все устраивало на тот момент первичный. Ну и, собственно, в этой квартире мы прожили до июня 2009 года. А это перед нами Митина школа, которая называется школа ИХ, школа ЮГ. Сюда, именно в эту школу, Митий пошел в свой первый класс во втором полугодии. Эта школа имеет такое название ЮГ, потому что раньше в Марианках была еще школа Север, которая потом стала торговой академией в Марианских лазнях и гимназией одновременно, в которую Митя потом после пяти лет, проведенных в этой школе, он посещал, ходил в гимназию. Здесь школа так хорошо расположена, вокруг парки, леса. Вот здесь вот можно увидеть такой замечательный парк с большими взрослыми деревьями. Там справа расположен склон, где зимой заливают горку, где Митя с удовольствием катался на бобах, на санках. Вот детская площадка. Да, ну тогда ее, кстати, не было еще. Это позже построили. А горка там вот была, правильно? В общем, зеленое красивое место, и дети после школы могли здесь поиграть, погулять, отдохнуть. В общем, очень живописный парк. Около школы ЮГ находится также и рядом с этим парком красивым зеленым находится Хотелова школа. Это отельная школа, поскольку мы находимся, живем на курорте, где много отелей и санаториев. Вот есть такая школа, которая готовит специалистов для отельного бизнеса. А это перед нами музыкальная школа. Точнее сказать, закладней умнелецкая школа, что в переводе означает «начальная школа искусств». Она не совсем музыкальная, потому что кроме музыкальных наук здесь преподают и керамику, и танцы, и хоровое пение. Поэтому она называется «школа искусств». Но именно сюда пошел наш Митя на гитару, на обучение игры на гитаре. Также у него было еще сальфеджио. Это школа детская для детей до 18 лет. Но также здесь возможно обучаться и взрослым людям. Также без ограничения. Что касается меня. Я сюда, я имею музыкальное образование, умею играть на пианино. Ну, уже много лет, естественно, прошло с тех пор, как я закончила музыкальную школу и потеряла навыки игры на гитаре. Но вот почему-то мне решилось, захотелось немножко это все вспомнить. И я пошла сюда года три назад, наверное, играть на фортепиано, на пианино. Так что можно здесь и детям заниматься, и взрослым людям без ограничения. А также у нас были даже клиенты, которые приезжали в апартамент. И у них была девочка, она пианистка, играла на пианино. Так серьезно занималась. А летом, когда они сюда приехали отдыхать, естественно, здесь инструмента не было в апартаменте. И она меня спросила, нельзя ли найти где-то инструмент, где можно заниматься. И я договорилась с директором школы. Он пошел навстречу бесплатно, то есть даже не брал за это никакое вознаграждение, никакие деньги. И девочка ходила спокойненько каждый день в течение, не помню, сколько они, две недели, три недели, по-моему, долго они были, месяц, может быть. Она занималась, чтобы не потерять техничность. Ну и кроме этого, в этой школе иногда проводят конкурсы музыкальные. Ну, это обязательно, конечно. На которых тоже приезжают с разных стран. Наши туристы приезжали из Германии, Швейцарии с детьми для участия в этих конкурсах. В Чехии очень принято, чтобы детки после обычной школы посещали разные кружки спортивные, музыкальную школу, школу искусств или клуб драчек. Вот такой, как находится у меня за спиной. Это драчек, это дракончик. Здесь всевозможное количество различных кружков и керамика, и живопись, и компьютерный дизайн, компьютерная графика, и пластиковое моделирование. Сюда у нас Митюшка ходил на керамику и на пластиковое моделирование. Они моделировали разные самолётики, какую-то технику, корабли и так далее. Причём это кружки очень высокого качества. То есть там серьёзные преподаватели на серьёзном уровне, с образованием. Они учат деток различным прикладным наукам. Когда Митя у нас ходила на моделирование, проводился ежегодный конкурс. То есть это прям серия, каждый год проводится конкурс, выставляются модели, которые детки сделали специально к этому конкурсу. И победившие там первое, второе, третье место, ну как обычно, получают различные призы. Митя у нас несколько раз участвовал в таких конкурсах и даже занимал первое и второе место. То есть очень хороший уровень был. Потом, немножко попозже, он сюда пошёл на компьютерную графику, компьютерный дизайн. А, кстати, вот ещё забыла сказать, что в школу искусств Митя ходил на живопись. И у них была такая замечательная учительница, достаточно молодая. Она потом уехала работать то ли в Австрию, то ли в Германию. Но тоже была образованная, такая интеллигентная, несмотря на свою молодость, учительница. Она им давала различные техники в живописи. У нас вот всё это в нашем домашнем архиве хранятся митины работы. Но они вот просто удивительные, такие вот неординарные, замечательные. Это очень популярно в Чехии, чтобы детки посещали всевозможные кружки. И таким образом мы хотели, чтобы Митя интегрировался в эту чешскую жизнь и встречался со своими учениками из класса. Не только в школе, но и вот на всевозможных этих мероприятиях. На кружках, на соревнованиях, на спортивных... А, он ещё футбол играл, кстати, у нас. Ну и теннис, соответственно. То есть везде. Появлялись таким образом новые друзья, завязывались отношения и так далее. Ну и очень скоро практически все дети Марианских Лазней были нам знакомы. Ну да, это... Он познакомился, наверное, со всеми. Мальчик был коммуникабельный, общительный и посещал большое количество различных кружков и спортивных секций. Это, кстати, очень принято, когда вот детки дружат между собой, они приглашают друг друга на день рождения. Ну это прям такое мероприятие с ночёвкой. Там ребёнка забирают из дома, там приезжает мама или папа на машине, забирают у тебя ребёнка, ребёнка отвозят его к себе, значит, в дом или в квартиру, и они там празднуют день рождения чьей-то, чей-то остаются с ночёвкой, и на следующий день тебе его возвращают. Митя, конечно, там у нас был на расхват, особенно девочки так его в этом плане любили приглашать. Ну и мы, естественно, тоже не отставали, тоже всё время отмечать дни рождения, и с ночёвками, и детки у нас оставались и праздновали дни рождения. Таким образом мы сами поселились, жильё нашли, Митю устроили в школу, в спортивные секции, в драчик, то есть его полностью интегрировали, и теперь подошло время интегрироваться самим. Естественно, первый и главный вопрос для нашего проживания в Чехии – это был чешский язык. В России мы пытались им заниматься безуспешно, и первым делом, когда переехали в Марианские лазни, занялись поиском курсов чешского языка. Да. Курсы чешского языка в те годы проводились здесь, в библиотеке городской, которая у нас расположена, у нас за спиной. Именно сюда я и пришла записываться на курсы. Здесь в то время преподавала учительница Пани Дубска. Это были индивидуальные уроки. Я ходила два раза в неделю, посещала эти курсы. Очень такая серьезная педагог была. Она мне все давала и грамматику, и разговаривали мы с ней, и читали статьи там из журналов, и книжки она мне рекомендовала. Вот таким образом я очень долго к ней ходила. Как-то она меня спросила, веду ли я какие-то записи, сколько я часов у нее взяла уроков. Я говорю, нет, сказала, что нет, я не веду. Она говорит, ну вот 150 уже было там вот когда-то. А я еще после этого продолжала ходить, и таким образом не знаю, сколько я у нее взяла уроков. Митя у нас ходил, соответственно, в школу, и один раз его учительница, у него, кстати, очень была классная руководительница, классная-классная руководительница Пани Кубинова, помнишь? Да, шикарная. Да, и она сказала, что она с ним позанимается после уроков чешским языком, и буквально, может быть, не знаю, один раз или два раза, три раза максимально она его оставляла, с ним занималась, потом сказала, все, он схватывает на лету, то, что он получает в школе, этого ему достаточно, он все понимает. И действительно, Митя уже там через пару месяцев прекрасно все понимал и разговаривал по-чешски. Ну, надо сказать, что он нам уже даже начал помогать, потому что наши знания были более чем скромные, а он уже вот это говорил по-чешски и, в общем, прекрасно понимал. Да. Кроме этого, мы еще с Митей записались в эту же библиотеку как читатели. Здесь есть отделение, где можно брать книжки и, как это, абонент, по-моему, называется. И также есть читальный зал, где можно прийти там в удобное для тебя время, почитать какие-то книги, там, полистать журналы и так далее, что очень, естественно, тоже помогает в изучении иностранного языка. Ну, надо еще сказать, что в Чехии такая специалито чешская, чтобы вы знали, здесь почта, библиотека, уржат, они выполняют функции гораздо шире, чем мы привыкли в нашем понимании. То есть, например, в книговне, помимо обычного чтения и читального зала, можно, например, приобрести билеты на какие-то концерты, на какие-то выступления, которые проводятся в Марианских лазнях. И более широкий спектр услуг. Здесь часто проходят выставки какие-то интересные, тематические, не обязательно по книгам, но и художественные выставки. То есть, книговня в Марианских лазнях – это такой культурный центр своеобразный. Позднее, после уже Лары, я тоже присоединился к обучению чешским языком, тоже ходил некоторое время к пани Дубской, потом переключился на индивидуальное обучение с пани-профессоркой Седлачковой. То есть, это были тоже индивидуальные занятия. Так же, как Лара, я ходил очень долго. В общем, все мыслимые и немыслимые сроки обучения уже закончились, а я продолжал ходить. Ну, это, может, говорит о нашем каком-то тугодумии, с одной стороны. Может быть, мы не так быстро схватили. Ну, а может быть, причина в том, что нам очень нравился чешский язык и нравится сейчас. Это очень важно для обучения языку, неважно, какой язык вы будете изучать. То есть, если он вам френдли, то есть, если он как бы ложится и заходит вам, он вам нравится, вы его, ну, в какой-то степени любите, то у вас все получится. Нужно влюбиться в этот язык, а язык действительно очень прикольный. До сих пор он меня радует, он мне нравится. Очень живописное у него образное выражение, сравнение. И поражаешься чехам и чешскому языку. Они настолько емко могут одним словом сказать целое определение, описать целое определение. В русском языке это будет очень долгое предложение, состоящее из пяти, там, иногда и более слов. В Чехии это может быть одно слово, которое определит всю эту фразу очень коротко и емко. И это очень нравится, это очень интересно. Потом в чешском языке часто отсутствуют гласные. То есть, там несколько согласных, может быть, до четырех, там и пяти согласных в одном слове. Тем не менее, это прекрасно читается и говорится. Ну, в общем, что называется, язык нам зашел. Он нам нравился. В результате мы сейчас свободно говорим на чешском языке, не стесняемся, не боимся вступать в беседу. Понимаем, наверное, мы уже процентов 90, если не больше. То есть, понимаем, читаем. Я, например, читаю книги уже долгое время только на чешском языке. На других языках я не читаю. На других языках я читаю только в том случае, если, например, где-то на отдыхе нет книги на чешском. Ну, тогда я читаю там на русском. Но мы и на отдыхе умудряемся найти книги на чешском. Да, даже в Испании на отдыхе мы умудряемся находить книги на чешском. С удовольствием смотрим чешские фильмы, чешские телевизионные передачи, когда бывает случай, у нас дома телевизора нет. В театр, на спектакли, на юмористов чешских. Да, самое наше большое достижение – это то, что мы ходили на концерты чешских юмористов, действительно известных в Чехии, популярных. И мы все понимали, мы смеялись вместе с чехами. То есть нам этот язык нравится, и вам я очень советую, если вы будете эмигрировать в Чехию, это первое и самое главное. Нужно учить язык буквально с первых дней пребывания. Не бойтесь отдавать своих детей в чешские школы. Даже если у них нет никаких знаний, буквально через две недели, через месяц они свободно заговорят. Если ваши дети более взрослые, это тоже не будет проблемой. И в 12, и в 15 лет замечательно дети схватывают и прекрасно потом говорят на чешском языке. Впоследствии они могут получить здесь образование, среднее образование, высшее образование. А чешское образование, оно котируется на уровне любой страны Евросоюза. Можно работать с дипломом чешским в любой стране. Поэтому чешский язык очень вам рекомендуем. Итак, после того, как мы организовали изучение чешского языка, начали интегрироваться в местную жизнь. В чешскую действительность. В чешскую действительность. Следующим этапом это было создание сайта. Мы сразу замахнулись и создали два сайта. Ну, мы понимали, что нам надо работать и с чего-то начинать в плане работы. Поэтому решили пойти вот таким вот путем. Ну, Генник, в основном, ты занимался созданием этих сайтов. Ну да, мы решили сделать не один сайт, а два. Потому что первый сайт должен был быть чисто Марианско-Лазенским. Ну да, немножко отличались. Да, а второй сайт такой, как бы, всечешский. Там, кроме Марианских Лазней, был и Прага, и Карловар, и Карловарский край. Более широкого такого плана. Заказали у питерской компании «Навигатор». Олег Киселев нам изготовил. Привет. Привет. Хороший движок, удобная админка. Научили меня пользоваться. Я стал сам забивать туда информацию. И что было правильно. Пользовались мы чешскими местными источниками. Как правило, эти источники были не публичные. Это были либо книги, либо какие-то публикации. Газеты. Какие-то газеты. Статьи всевозможные. Все статьи были нами переведены. То есть, они были только на чешском языке. Переводили на русский. И пользовались в основном оригинальными текстами. То есть, писали сами тексты, ни у кого не копировали. Статьи, тексты. И со временем наши сайты, как шутили наши первые гости, превратились в энциклопедию чешской жизни и в энциклопедию марианских лазней. Они были огромные по объему. И сейчас есть. И буквально после запуска в июле эти сайты стали посещаемы. То есть, люди охотно читали практически как художественную литературу. Было много историй о марианских лазнях, о минеральных водах, о лечении, о отдыхе, о спорте, о недвижимости. В общем, была лавина информации на все темы. И сайты носили такой, скажем, описательный характер энциклопедического плана. Много там было из курортной энциклопедии, кстати. Спасибо большое этому изданию. Но была и коммерческая составляющая. То есть, мы там внесли смело три раздела. Трансфер. Покуда мы уже были счастливыми обладателями машины, которую купили в начале года в Германии. BMW 3-ка, универсал. Покупка авиабилетов. Это тоже неудивительный раздел, потому что я летал практически 15 раз в году из Питера в Марианке. И имел огромный опыт перелетов. Знал все правила перелета. Как приобретать билеты. Провоз багажа. Провоз багажа. Как выгодно и правильно приобрести. И третий раздел, соответственно, визы и виды нажительства. Здесь мы тоже поднаторели, когда получали собственный вид нажительства. И смело предложили эти услуги. И как это неудивительно, дело пошло. То есть, первое, поехали трансферы. То есть, Лара на этой машинке, на нашей, активно занималась трансферами. Возила туристов из аэропорта Прага и Карлова Вары в Марианские лазни, из Марианок в эти аэропорты. Потом уже расхорабрилась и возила экскурсии, можно сказать, в Германию. Ну, не экскурсии, а поездки уже в какие-то совершенно не характерные маршруты. Добавился потом аэропорт Нюрнберг, со временем Мюнхен. Ну, в общем, трансферами занимались активно. Дело это было прибыльное. Топливо стоило тогда недорого. Машинка практически не ломалась. И до сих пор не ломается. Уже проехала полмиллиона километров. Трансферы пошли. Пошли немножечко авиабилеты. Не так активно, но, тем не менее, тоже какие-то заявки были. Появились заявки на виды на жительство. Ну, это уж совсем было приятно. И Лара этим занималась достаточно успешно. В общем, коммерческая часть этого дела пошла. Коммерческая деятельность пошла. Мы решили расширить. В сферу своей деятельности написали письмо турецкому султану. Запорожцы. Точнее, написали такое письмо, коммерческое предложение, владельцам апартаментов и пансионов в Марианских лазнях. Связано это было с тем, что, когда мы бронировали собственный апартамент для себя, мы столкнулись с тем, что на букинге практически ничего нет. На букинге одни отели, санатории, апартаментов нет. Мы искали на каких-то местных ресурсах. Тоже, в общем, полная чума. Все на чешском языке. Звоните нам, заказывайте. Чешского языка, естественно, никто не знает. В общем, проблема. И проблема эта была не только для нас, но и для всех. Нам звонили по сайту, писали, интересовались, нет ли у нас апартаментов, пансионов. И мы подготовили такое письмо. Лара пробежала по всему городу, по всем практически, кого мы знали владельцам апартаментов, пансионов. Предложили им сотрудничество. Многие согласились. У нас, наверное, было больше десяти. Да все согласились. Ну, да. Согласились все. Мы в меру сил там сделали какой-то отбор, разместили на сайте. И сейчас мы неспроста находимся на английской улице, так как апартаменты у нас были и на английской улице. Вот ресторан «Чарли» с одноименным пансионом, апартаментом. Древо «Кацур» здесь же рядом. Потом добавился еще один апартамент на английской улице. Чуть ниже, в сторону Зеерова и так далее. Там тоже у нас были апартаменты. В общем, началась работа по аренде апартаментов и пансионов. И пошла она достаточно бойко. Спрос был. Было много заявок. И появилась еще такая интересная сфера деятельности. То есть появились у нас заявки на санатории. Хотя санатории были представлены на букинге, какие-то компании представляли, сами санатории имели сайты. Тем не менее, пошли заявки и на санаторий тоже. Ну и мы решили, а почему бы нет. Мы решили расширить свою деятельность и подписали договор с крупнейшей сетью санаториев и спа-отелей в Марианских Лазнях. Тогда она называлась «Донебиус Мариенбат». Сейчас это сеть санаториев «Энсана», рядом с которым, одним из которых мы сейчас и находимся. Это санатории четырехзвездные, центральные Лазни. Мы стали анализировать, почему все-таки люди к нам обращались за помощью для бронирования санаториев с лечением. Несмотря на то, что были и сайты для резервации, и были сайты самих отелей, и букинги там и так далее, мы поняли, что там очень разнообразное предложение по проживанию, по разнице в номерах, категории различных номеров, по питанию, по предложению лечения. То есть есть классическое лечение, которое включает в себя четыре процедуры в день. Есть лечение «Релакс», которое включает в себя две процедуры в день. То есть там совершенно широкий такой перечень услуг, и людям иногда, нередко в этом просто трудно разобраться. Сейчас вот мы перешли к санаторию «Мария-спа». Этот санаторий уникален тем, что он соединен с санаторием центральной Лазни подземным переходом, ну, закрытым переходом, и предлагает такую уникальную процедуру, как «Марийное озерцо». Это процедура, когда сидят пациенты в креслах, удобно усаживают их в кресло, и подаётся природный мариинский газ. То есть он тяжёлый, он поднимается на уровень сердца, выше уже не идёт. И плюс к этому ещё подключается оксигенотерапия, то есть кислород подключается. Очень эффективная и хорошая процедура, которая есть только вот в этом вот санатории, поскольку сам источник этого природного газа, минерального, он выведен именно вот здесь, вот на территории этого санатория. Сеть санатория Фэнсана включает в себя несколько санаторий, в том числе санаторий «Звезда» и санаторий «Империал», которые вы видите у меня за спиной. Это тоже четырёхзвёздные санатории сертифицированные. Корпус «Империал» был не так давно реконструирован полностью, и здесь сейчас располагаются номера более высокой категории. Супериор, Супериор Плюс. Отличительная такая изюминка этих санаториев «Звезды» и «Империала» состоит в том, что здесь находится самый большой в Марианских лазнях аквакомплекс с бассейном, саунами, джакузи и так далее. Вот таким образом и началась наша новая жизнь в эмиграции, в работе, в хлопотах, с удачами, неудачами. Куда же без них эта жизнь? Но об этом в наших других видео. А на этом сегодня заканчиваем. Пишите нам, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Мы будем знать, что не зря делаем нашу работу. Всего доброго, до новых видео. Пока-пока.